то есть женщина как привыкла надеяться на себя так и продолжает надеяться на себя то что вредно женщине вредно и мужчине могут многие мужчины со мной не согласиться имеют на это право мы можем мы хотим вы только не мешайте логично здравствуйте вы смотрите атомикен бизнес с вами дмитрий мачель в преддверии 8 марта хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником желаю вам всем счастья любви всегда гармонии весеннего настроения в душе но и сегодня хотелось бы поговорить о роли женщин в современном обществе в бизнесе формирование укрепления института семьи у нас в гостях председатель национальной комиссии по делам женщины семейно-демографической политики при президенте депутат мажорица парламента лиза рамазанова лизата лимкова добрый день добрый день сегодня уже ни у кого нет сомнений что женщина может быть самодостаточной абсолютно во всех сферах деятельности это бизнес это политика даже силовые структуры судейский корпус так далее перечислять можно много по вашему мнению сегодня отношение к женщинам в обществе она как-то изменилась или нет казахстан наверное на центр в центрально азиатском регионе является скорее исключением чем нормой принципы которые изначально государство заявило это равные права и возможности для мужчин и для женщин это конституционные нормы которые действуют с первых дней вот независимости казахстана продолжают ту линейку которая шла наверное с древности в первую очередь роль даже вот этимологические этимология слова хранительница семейного очага от а нас на казахском языке практически зеркально означает хранитель домашнего очага вот а нас на казахском языке то есть даже на уровне понятий нам мы их ставим на равной позиции вместе с тем я как-то уже наверное высказывалась о том что время меняется вместе с тем когда многие социологи многие экономисты начинают говорить что казахстан теряет позиции вопроса гендерного равенства по многим показателям мы начинаем отставать я хочу сказать мы не отстаём просто азия подтянулась азия подтянулась в том плане что многие страны такие как узбекистан туркменистан таджикистан в последние 3-4 года сделали очень мощные шаги вперед поэтому наверное это мировая тенденция когда два ключевых вопроса защита и продвижение женщин и экология становятся ключевыми вопросами повестки дня стран центральной азии поменялось ли отношения нет отношения не поменялось меняется вызовы которые мы каждый день наблюдаем вызовы которые не только экономические это в первую очередь наверное политические статистически казахстан 51 и 2 процента населения это женщины но когда мы начинаем смотреть а какая возрастная категория туда в основном ходит мы понимаем что это женщины превалирует у нас категория женщин которые находятся пред и за пенсионного возраста а на уже наверное обсуждение серьезных демографических вызовов которые строят перед страной я бы хотела поставить вопрос статистики что у нас на одну девушку возраста детородного приходится трое ребят да и когда мы говорим что у нас демография выросла то есть мы говорим что у нас идет такой скажем так baby boom говоря языком статистики да но мы понимаем что этот baby boom происходит за счет рождения четвертых пятых шестых детей а что же у нас с репродуктивным здоровьем почему в казахстане запущена программа ас ансан саби мы понимаем что это вызовы которые связаны в том числе уделение внимания семьям и супружеским парам которые мечтают но в силу медицинских проблем не могут иметь детей и мужским здоровьем здесь нужно заниматься точно так же как и женским как правило этим занимаются на уровне профессиональным в областных центрах на республиканском уровне в таких клиниках а что происходит у нас на районном уровне доступно ли у нас правильное медицинское сопровождение наших сыновей наших дочерей на районном тем более на сельском уровне вот фокус должен уходить туда я очень надеюсь что центры поддержки семьи которые уже открыты это 31 по стране и 234 их будет в целом наверное в течение вот в течение вот ближайшие перспективы по всему казахстану во всех областях они в том числе будут заниматься этими вопросами нести знания нести своевременную помощь медицинскую нести просвещение нашей молодежи информированность обеспечивать их по вопросам создания сохранения семьи по вопросам воспитания детей по вопросам в первую очередь сохранения вот мы любим это слово да национальных традиций национальных традиций связанных именно с семьей хорошо если мы в таком случае но все-таки подчеркиваем что женщина уже самодостаточна и может отлично себя проявлять в разных отраслях и бизнес и экономика то где по вашему мнению сегодня потенциал женщин еще недостаточно раскрыт почти 55 процентов женщин у нас в системе госслужбы но на уровне принятия решения до на уровень лидирующих позиций мы там как-то вы знаете какой-то непонятный дисбаланс у нас идет да это наверное вопрос к будущей стратегии пересмотра каких-то базовых вещей которым будет займется агентство государственной службы у нас на уровне принятия решения уровень вот 55 в целом на госслужбе и только почти чуть-чуть заходит до 10 процентов на уровне принятия решения это чем связано почему по сути это жжа мы и вот народным по международным меркам все-таки часто критикуемая но вместе с тем такая правильным инструментом продвижения женщины является квотирование и глава государства не раз отмечает и уже есть соответствующие законодательные нормы где мы квотируем все-таки 30 процентов женщины молодежь и люди с инвалидностью раз да то есть мы понимаем что мы не можем чисто для женщин мы понимаем что инклюзивность общества инклюзивность развития экономики она приоритетна поэтому мы вот этот сегмент берем и наверное квотирование которое вот идет она какую-то проблему будет решать зачем нам нужно чтобы женщины вот именно на уровне принятия решения государственной службы были скажем так больше представлены сегодня на первый план их выходят социальные вызовы социальные проблемы простых граждан вы знаете мне понравился пример который недавно привела амбудсмен по правам человека госпожа зимова она во время после евро январских событий обошла изоляторы встречалась людьми которые там находятся это вот очень такой непростой груз и она была благодарна тем гражданским активистам тем представителям вот моим коллегам в мажелесе которые вместе с ней а может быть сами вне зависимости от этого посещали эти изоляторы и она была благодарна женщинам которые когда заходят и встречаются они задают первый вопрос знаете какой а мама твоя знает что ты здесь находишься вне зависимости от возраста а семья твоя в курсе что ты здесь понимаете банально но вот женщина начинает с этого потому что они воспринимают его в первую очередь как человека который на на чем мой месте может оказаться любой из ее семьи поэтому вот этот необычный подход нестандартный подход к этой проблеме он исходит от женщины чем больше у нас женщин будет в сфере социальной конечно же я вот социальных сетях тоже получаю отзывы говорят что вот социальные работники они черствые они не включаются мы не можем до них достучаться мы для них превратились ну в один из но я думаю со временем количество должно перейти в качество вы ведь даже озвучили недавно что женщина кимов должен быть больше давайте квоту на кимов расширим а женщина потянет эту большую полемику вызвал большинство даже ну после вот этих мыслей но это не мои мысли почему меня на это наталкивают буквально недавно опять-таки бизнес-сообщества города алматы это колыбель казахстанского бизнеса после форума подошла ко мне группа женщины говорит вы знаете горит нам очень нравится это все мы хотим этим заниматься вот мы горит хотим создать партию женщин игру стоп девушки вот здесь мы говорим стоп почему потому что есть конституционные нормы в соответствии с которыми у нас казахстане не могут быть женские или мужские партии мы должны в рамках конституционных прав имеем одинаковые возможности мы должны реализовываться вместе мы должны идти в конкурентной борьбе со всеми поэтому здесь наверное определенное есть желание женщин после праймериса на прошлых парламентских выборах и есть определенная категория женщин которая уже сформировалась как пул политических экспертов политических лидеров которые хотят что-то сделать чтобы изменить в нашем обществе можно их критиковать можно с ними не соглашаться но не считаться с этой категории женщин уже нельзя хорошо женщина бизнесе вернемся к этому вопросу за последние 30 лет портрет женщины предпринимателя в казахстане как-то изменился я думаю он увеличился численном отношении женщин женщины женщины изначально наверное вот в бизнесе это почти семьдесят шесть процентов микро малого бизнеса в казахстане возглавляют женщин и к сожалению цифра у нас растет но из категории микро малого бизнеса женщины у нас не вырастают вот в такой же геометрической прогрессии не вырастает средний крупный бизнес что-то мешает я думаю да я думаю да сейчас государственные программы поддержки направлены были в последнее время на увеличение репродуктивной занятости населения бизнес-бастау мой первый бизнес допустим да гранты на для многодетных матерей для начала бизнеса мы все были сконцентрированы на начало теперь пришло время на рост вот для этого нужны новые инструментарии инструментарии по продвижению по улучшению маркетинга внутри компании которые возглавляют женщины на расширение ее экономических потенциалов на выход на новые рынки сбыта опять таки мы возьмем наверное если возьмем где женщины больше представлены женщины представлены системе торговли к сожалению нас мало системе сельского хозяйства в отрасли апк обрабатывающей промышленности то есть нам нужны новые инструменты для продвижения поэтому здесь вот начиная с прошлого года глава государства уже обозначил открытие 17 ресурсных центров для поддержки женского предпринимательства это инициатива национальной комиссии по делам женщины семейной демографической политики национальной экономики министерства и национальной палаты атомикен все эти три органа имеют базовое слово национальное обратите внимание да и мы очень надеемся что в рамках вот этих ресурсных центров мы будем сегментировать женщин когда в нации экономики эта программа начала реализовываться нас поддержал фонд солидарности фонд солидарности который создан министерством правительством казахстана азиатским банком развития и про он вот этот фонд солидарности но удивительно для меня было что фонд солидарности был создан по борьбе с последствиями ковид-19 и в прошлый год мы к своему удивлению обнаружили что ни одно тенге не было потрачено из этого фонда тогда получается фонд для чего был создан хорошо нужны инициативы мы готовы были с этими инициативами прийти это были не голые инициативы мы сделали сделали до этого национальное исследование совместно с оон женщинами и обнаружили в двадцатом году по итогам что свыше 67 процентов женщин предпринимателей вообще не знали о мерах государственной поддержки которые государство во время коронавирусных локдаунов оказывала всему бизнесу то есть женщина как привыкла надеяться на себя так и продолжает надеяться на себя мы спрашивали а что вы делаете да горд мы резервы просто подтянули мы где-то наверное свои внутренние проекты развития немножечко убрали в сторону и начали решать проблемы текущие проблемы с обеспечением минимальных потребностей для сохранения бизнеса да то есть вот эти моменты включала женщина сама где-то в ущерб своей семье потому что она понимала что она в ответе не только за свою семью она теперь уже в ответе тех кто кому дала рабочие места и соответственно брала солидарную ответственность за семьи другие поэтому мы уже пришли взвешенно к этому нас поддержали партнеры и в этом году уже 4 ресурсных центра в прошлом году были открыты в этом году масштабировано они будут открываться в соответствующих регионах нашей страны более того мы ведем сейчас разговоры с министерством национальной экономики о необходимости ресурсных центров поддержки женского предпринимательства во всех районных центрах опять таки скажите почему прошлый год я во время вот всех этих так называемых каникул для наших депутатов понятно что пришли 70 процентов обновленный мажорист это пришли наверное другие люди мы когда говорим новый казахстан новый казахстан наверное начался уже вот с этого седьмого созыва я вот чувствую что пришли другие люди которые наверное по другому относятся ко всему там женщин больше по моему или нет нет давайте честно скажем количество женщин у нас не изменилось паритет на в представителя высших представительных органов казахстана мы занимаем 27 процентов это мажорист и сенат вместе тридцатку 30 процентную квоту мы пока не имеем да но радует одно что мы имеем уже скажем так в возрастном отношении уже имеем обновление у нас молодежи действительно больше и молодежь у нас такая проактивная молодежь готовая перенять институциональную память вот это тоже надо отметить вот это преемственность о котором о котором часто мы слышим и говорит глава государства наверное это вот эта преемственность она где-то у нас уже реализуется на уровне представительной власти и мы немножко отвлеклись от темы до ресурсные центры поддержки женского предпринимательства новый формат работы в чем он заключается министерство нации экономики говорит давайте мы сделаем вот мы же готовы открыться давайте мы сделаем по установленной схеме предварительно закуп услуг мы говорим нет это должно работать по-другому пришли женщины которые привыкли применять методы как в семье так и на работе вот скажите пожалуйста вы же даже вот сейчас логически никогда не будете вот если вы пришли допустим семью не открыв холодильник не посмотрев наличие продуктов вы не пойдете или не отправите кого-либо за продуктами без списка потребностей да мы час я часто пишу вижу в магазинах мужчина который ходит со списками да что нужно купить и я вижу женщин которые четко знают вот начинают наверное не так как там у нас супермаркеты и магазины установлены сначала там бытовая техника потом постепенно она сразу идет молочный отдел она сразу идет в отдел допустим мясо мясной да потому что знает что у нее в приоритете вот это вот это вот это время тратить на это не будет могут многие мужчины со мной не согласиться имеют на это право но в большинстве так поэтому мы хотели закуп услуг сделать от потребности женщин конкретного региона сейчас сначала мобильные группы будут проводить анализ какие услуги какие знания женщинам этого региона нужны в зависимости от этого они будут формировать закуп услуг и необходимые программы повышение а может быть начальный маркетинга а может быть привлечение инструментов маркетплейса вот это все будет зависеть от потребности конкретного региона конкретных женщин и конкретного наверное конкретной женщины то есть это будет адресность изначально вот видите женский взгляд уже постепенно постепенно проникает в политическую жизнь казахстан но и в экономическую дополнительно вы говорите много посещаете я вижу и по сми вы очень много общаетесь с женщинами предпринимателями можете три ключевые характеристики назвать современной женщины предпринимателя помимо того что она как бы очень прагматичная знает что не нужно я не своими словами скажу я скажу что мне говорят женщины не женщины говорят мы можем мы хотим вы только не мешайте логично логично каждая женщина может сегодня стать предпринимателем вот мы говорим об открытии центров или на хотя бы попробовать для начала должна чтобы здесь конечно же у нас проблемы не каждая женщина может мы можем вдохновлять женщин только конкретными ролевыми моделями примерами и условиями которые мы для них делаем такими знаете доступными к сожалению основная категория женщин у нас находится вне информации вне доступа к этим инструментом я говорю про сельские населенные пункты я говорю про женщин которые не имеют прямого доступа к элементарным источникам знаний которые пока зажаты внутренними гендерными стереотипами что это не для женщин это мужское вот это присутствует поэтому вот это постепенная скажем так социализация постепенное при проникновении вот таких вот правильных помогающих женщинам и способствующих ее развития знаний она идет она идет через опять-таки таких же женщин как они которые свое время не верили что они что-то смогут и радует то что женщины которые смогли что-то в своей жизни переломить идут сами давать знания это вот программы менторства это программы личностного роста которые оказываются вот бака тот пас жанны я очень много таких центров и в этих центрах работают женщины вот такие же как вот я просто люблю этот пример приводить наверно акма бассировая которая вдохновляет жумагуль но больше она известна как жуматаж наверное да которая вот просто открыто доступно дает возможность женщины поверить себя этим нужно заниматься это нужно делать я помню свое время наверное гульмайра вот степногорск окмолинская область свое время лет 7 назад пришла ко мне это еще в палата предпринимателей от амикена и сказала назад киринкул на давайте вытащим наших женщин из бесконечных шельде хана из бина бесконечных халжа из бесконечных женских тусовок давайте мы им дадим возможность что-то деятельно изменить своей семье ягра что ты вот сделала гульмайра а ягод вы знаете я предприниматель я простая женщина я например каждой женщине в сельском населенном пункте сказала давай я тебе раздам вот бесплатно весной мешок картошки ты посадишь ее ты соберешь ее я тебе помогу эту картошку продать выгодно и достойно и ты по крайней мере заработаешь то что сможешь сделать вот этот пример наверное ну вот на конкретных примерах на конкретных кейсах буквально недавно мне рассказали еще один пример женщина здесь в городе нур-султан с отличием освоила профессию бухгалтера два месяца проработала но ушла водителям автобуса уже почти 15 лет работает и когда ей задали вопрос а чушь вы ушли оттуда пришли вот казалось бы для нас мужскую профессию водитель маршрутного автобуса она говорит это интересно это выгодно и это не только мужская профессия наверное это вызов сегодняшнего времени нет у нас окончатель окончания знаний у нас нет оконченного образования мы все находимся в периоде постоянного обучения осваивания новых навыков новых возможностей новых знаний но все-таки лучшие качества женские мужские здесь по моему без разницы формируются в семье даже волевые о которых вы говорите сегодня многодетные семьи насколько защищены стране в рамках вот своей законотворческой работы депутатской в работе в депутатском корпусе мажорисе парламента наверное мы в этом прошлом году начали новую практику вообще я долгое время была на той стороне баррикад то есть я работала в системе государственной службы да мы часто критиковали важны сменов считали что только мы государственные служащие можем скрупулезно заниматься законотворчеством мы имеем прямую связь с отраслью да здесь наверное я вижу что депутатский корпус тоже поменялся и в прошлом году мы начали новый подход вообще к практике написания законов мы предварительно сделали широкий опрос работу с населением это было поручение главы государства потому что вот такие чувствительные темы как семья нулевая терпимость к насилию любой форм она требует во обсуждение тщательного работы с населением гражданским обществом и мы ввели практику вот написание проекта закона с нулевой точки включение широкого спектра людей в этот процесс несколько государственных служащих которые приходили к нам мы и в ночь работали приходили и говорили слушайте как мы первый раз вижу что вы чтобы так вот люди включена обсуждали дебатировали и отстаивали то за что раньше казалось бы должны были бороться мы как бы служащие вопроса многодетных да вопрос многодетных мы настояли чтобы в проекте закона о газ о защите института семьи вошла отдельная глава многодетная семья то есть мы должны были чтобы любая семья которая с какими-либо вопросами пришла до пришла на демонстрацию пришла на пикет пришла на такие деятельные обсуждения скажем так но мы говорили хорошо но вы же не вы ходите сюда с ними разговаривать вы же даже сами точечно только знаете что вот в том законе в том подзаконном акте это есть а давайте мы это все соберем в кодексе семьи и браки это будет удобно понятно для каждых для каждых для каждого кто вышел сюда то есть давайте мы сделаем глава многодетная семья на что она имеет право то есть не только многодетная мать а многодетная семья почему потому что много женщин которые являются многодетными они говорят вы знаете город связи с тем что сейчас такой негативный пошел в обществе такой знаете негативное отношение неоднозначное отношение граждан многодетным их воспринимает только как кричащих требующих и возмущающихся да то есть и другие многодетные матери работающие создающие и позитивно двигающиеся да то есть и та мать и эта мать она для общества цена но если кто-то вышел то нельзя ее ну скажем так заставлять молчать надо разбираться в каждом отдельном случае лично я например не склонна их противопоставлять я призываю всех заниматься с каждой отдельно и так которая приходит она может быть они сами признают да может быть у меня не хватает образование да может быть у меня не хватает так то но вот я такая давайте моей проблемой заниматься вот я призываю всех заниматься проблемами каждых раскладывать ее проблему заниматься вот точечно вот социальным портретом и и лично она пришла она выражает определенную категорию людей гражданского общества и это мнение имеет право на жизнь хорошо вы много выступаете на международных площадках по вопросам семьи по гендерной политики по вопросам поддержки предпринимательства насколько это сегодня необходимо и насколько вот подобный обмен опытом с другими государствами с другими подобными объединениями он полезен для казахстана я хочу сказать что казахстан представляя свой опыт свой уникальный опыт на международной площадке он является определенным мотиватором для многих стран которые находятся с нами по соседству например выступая на международных площадках мы говорим что казахстан наверное одна из первых стран углеродоемкой экономикой которая отменила список запрещенных профессий для женщин это вызвало вообще наверное такое полный фурор для наших соседей почему потому что они как ну скажем так стереотипно считали что да многие профессии для женщины вредные и вот знаете устойчивое мнение в их общественном сознании сидит и они говорят слушайте казахстан подобной экономикой этот список убрал значит можем и мы я говорю проблеме проблема не в этом списке и о вредности а я еще раз говорю то что вредно женщине вредно и мужчине у меня вопрос к владельцам бизнеса меняйте технологические процессы улучшайте условия труда вкладывайтесь в переоснащение своих предприятий и переходите на индустрию 4.0 понимаете это реально сегодня реально новый экологический кодекс он говорит о том что казахстан будет планомерно внедрять наилучшие доступные технологии и завершение буквально несколько слов нашим телезрительницам в преддверии праздника я хочу пожелать очень простую но сегодня она приобретает наверное такую сакральную ценность мира в наших семьях мира и благополучия нашей большой семье нашему большому казахстану большое вам спасибо за эту интересную беседу спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! спасибо за просмотр!